добрый день уважаемые ребята сегодня мы с вами продолжаем изучать мир удивительных существ и тема нашего сегодняшнего урока строение жизнедеятельность и значение грибов давайте с вами вспомним какие же царства живых организмов мы знаем мы с вами говорили про царство бактерии мы с вами говорили про царство растения также царство животные и грибы относятся к отдельному царству долгое время предполагалось что грибы это своеобразные растения которые лишены фотосинтеза но внимательное изучение грибов показала грибы явно заслуживают выделения в отдельное царство потому что грибы немножко похожи и на животных и на растений давайте с вами посмотрим какие же черты сходства грибов с растениями прежде всего грибы как и растения неподвижны грибы растут в течение всей жизни грибы всасывают питательные вещества как и растения грибы имеют клеточную стенку и как растения грибы размножаются спорами какие же черты сходства грибов с животными грибы питаются готовыми органическими веществами они сами органические вещества не производят грибы не осуществляет фотосинтез и оболочки грибов имеют хитин также как у насекомых общая характеристика грибов на сегодняшний день насчитывают примерно 100 тысяч видов грибов грибы неподвижны грибы имеют неограниченный рост микология наука о грибах в грибах наличие клеток оболочки из хитина у грибов гетеротрофный тип питания и вегетативное тело гриба мицелий или микориза состоит из нити гиф ребята невозможно недооценивать роль грибов в природе прежде всего грибы обеспечивают растения водой и минеральными веществами это так называемые микоризные грибы также есть паразитические грибы трутовики они уничтожают старые и ослабленные деревья есть грибы которые разрушают отмерзшую древесину это так называемые грибы сапротрофы а есть почвенные грибы которые участвуют в образовании гумуса и повышают плодородие почвы ребята что же такое микориза это такой своеобразный симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений микориза это взаимовыгодное сожительство высших растений с гифами гриба давайте посмотрим что же это такое посмотрите пожалуйста на картинке гифы гриба в коре корня растения посмотрите тонкие оранжевые ниточки они пронизывают корень растения считается что взаимосвязь между грибами и высшими растениями формировалась на протяжении 400 450 миллионов лет назад поэтому большинство растений так или иначе состоит в симбиозе с грибами а теперь только посмотрите на снимке представлена крошечная маленькое дерево лиственницы самого начала своей жизни имеет мощную микоризу суммарная длина грибных нитей может на пять порядков превосходить суммарную длину корней площадь всасывающей поверхности микориза образующих грибов в сто раз превосходит всасывающую поверхность корней за счет микоризы корневое питание растений увеличивается аж в 15 раз через микоризные сети лиственные деревья могут поддерживать питательными элементами молодые саженцы хвойных деревьев в свою очередь хвойные деревья такие как например ели помогает органическим и соединениями лиственным деревьям весной и осенью когда на последних нет листьев представляете какая взаимопомощь и так в грибов в лесах растет великое множество они повсюду над нависшими лапами елей на пнях на местах старых кострищ среди мха и травы на стволах и ветвях деревьев грибам относятся бесчисленные плесени дрожжи паразиты растений животных одни виды мелкие их можно просто даже не заметить в невооруженным глазом другие же огромны грибы бывают одноклеточные и многоклеточные одноклеточные как например дрожжи посмотрите пожалуйста это вид дрожжей и вид мукора мукор обычен в верхнем слое почвы поселяется на фруктах овощах на навозе колонии обычно серого цвета они быстро растут и могут достигать высоту нескольких сантиметров грибница мукора не имеет межклеточных перегородок формально она состоит всего лишь из одной сильно разросшейся и разветвленной клетки с множеством ядер в цитоплазме размножается мукор бесполым путем это обрывками грибницами или спорами некоторые нити грибницы поднимаются вверх и расширяются на концах в этих черных расширениях похожих на головки образуются споры эти головки называются спорангиями после созревания спор головки лопаются и споры разносятся ветром вы очень часто встречаетесь с этим видом грибов даже на своей кухне когда вы не успели вовремя убрать какой-то продукт и так ребята небольшой видеофрагмент про ее величество плесень многоклеточные грибы например пеницилл это зеленая плесень вы наверное знаете что из пеницилла изготовлен первый антибиотик для лечения бактериальных инфекций также известны грибы рода аспергилл они образуют плоские пушистые колонии колонии белый а затем окрашиваются многочисленными спорами в разные цвета грибница имеет межклеточные перегородки аспергиллы распространяются спорами образующимися бесполым путем эти грибы очень устойчивы к воздействиям внешней среды черная плесень на стенах сырых помещений это преимущественно аспергиллы со спорами но ребята черная плесень на стенах очень опасно некоторые представители рода могут вызывать заболевание человека и животных грибок проникает внутрь организма и может поражать различные его системы органов для людей с нарушениями иммунитета такие заболевания опасны и даже могут быть смертельными другие виды аспергиллов широко применяется для синтеза лимонной кислоты шляпочные грибы такие как сыроежки рыжики опенки подосиновики подберезовики белые грибы и многие многие другие шляпочные грибы делятся на трубчатые и пластинчатые обратите внимание название дало строение внутренней поверхности шляпки посмотрите пожалуйста и так что же такое гриб грибы на самом деле представляют собой переплетенные нити которые находятся в почве и могут пронизывать в ней сотни квадратных метров то что мы в быту называем грибами на самом деле всего лишь является плодовым телом ребята посмотрите пожалуйста на картинку то что мы видим и то что мы срезаем обычно это и есть плодовое тело гриба внутренняя же подземная часть это мицелий который состоит из тонких ниточек гифов посмотрите пожалуйста на рисунок верхнем углу вы видите да что ниточки и как раз таки составляет основное плодовое тело гриба оно состоит из ниточек которые плотно плотно сцеплены друг с другом это можно заметить при внимательном рассмотрении гриб это грибница по научному мицелий отдельная ниточка мицелий называется гифа запомнили а теперь скажите пожалуйста так зачем же нужно плодовое тело грибу плоды растений нужны чтобы размножаться в плодах находятся семена а в плодовом теле у грибов с нижней части шляпки образуются споры это клетки для размножения по форму и цветы споры довольно разнообразны и являются отличительным признаком каждого вида грибов как же грибы размножаются прежде всего грибы могут размножаться вегетативно это разделение мицелий на части бесполовым размножением это спорами споры образуются в спарангиях существует также половое размножение это слияние гамет споры бывают двух видов подвижные со жгутиками и неподвижные посмотрите пожалуйста как происходит размножение спорами гриб выбрасывает споры которые в земле прорастают образуются мицелий из которого образуется плодовое тело также одноклеточные грибы могут делиться таким способом как почкованием например дрожжи посмотрите пожалуйста была одна клетка две клетки и через несколько часов это уже миллионы клеток как же делятся грибы по способу питания грибы бывает сапротрофы это те которые поглощают органические вещества из остатков погибших живых организмов бывают грибы паразиты которые питаются органическими веществами живых организмов не убивая их сразу но нанося им вред есть грибы хищники они потребляют органические вещества убитых ими живых организмов а есть грибы симбионты они получают органические вещества из другого организма не вредя ему и даже не предоставляя взамен другие необходимые вещества вот примеры сапротрофов это у нас вешенка опионок шампиньоны примеры паразитов трутовик примеры хищников это вот гриб который питается нематодами примеры симбионтов это всем известные маслята подосиновик подберезовик гифы симбионтов как мы уже с вами говорили образуют с деревьями грибокорень или микоризу грибы паразиты посмотрите пожалуйста как они выглядят это грибы трутовики паразиты это организмы живущие или питающиеся за счет других организмов и большей частью наносящий им вред они могут поселяться даже на вашей коже при этом кожа будет краснеть шелушиться чипсаться и все это называется грибковой болезнью грибковая болезнь это группа заболеваний в основе которых лежит инфицирование кожи слизистых оболочек ногтей волос вызываемая болезнетворными грибками как же можно защититься от грибковой болезни прежде всего переодеваться после урока физкультуры в душе обязательно надевать резиновые тапочки на скамейку в бане или в душе подстилать полотенце и ни в коем случае никогда не надевать чужую обувь также существуют паразиты растений например мучнистая роса это особый паразитический гриб он поедает листья изнутри пронизывает его своими гифами итак ребята повторяем гифы это микроскопические простые или разветвленные нити из которых сформированы вегетативные и плодовые тела грибов также бывают паразиты растений такие как спорынья это интересный род грибов который растет на некоторых злаках в том числе и на ржи и на пшеницы с виду она как обычный колосок но некоторые зерна на нем становятся черными вытягиваются длинными рожками внутри их съела спорынья которая еще и ядовита поэтому при попадании ее в хлеб она вызывает серьезные отравления что касается шляпочных грибов они бывают съедобные и ядовитые посмотрите пожалуйста съедобные грибы белый гриб подосиновики маслята грузди лисички волнушки подберезовики сыроежки опята но также встречаются ядовитые грибы это такие как бледная поганка свинушка ложные опята пантерный мухомор сатанинский гриб красный мухомор что же делать если вы вдруг отравились грибами прежде всего необходимо вызвать пострадавшему скорую помощь или довести его до ближайшей больницы нельзя выбрасывать остатки грибов которыми человек отравился это поможет врачу правильно выбрать лечение до приезда врача у пострадавшего необходимо вызвать рвоту и уложить в постель давать ему пить холодную подсоленную воду но отравление проще предотвратить чем лечить поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы возле заводов и автомагистралей нельзя собирать старые грибы и также необходимо тщательно готовить грибы и соответственно деткам до 8 лет в пищу грибы давать не рекомендуется какое же значение грибов прежде всего для человека положительное и отрицательное положительное мы используем грибы в пищевой промышленности такие как дрожжи например в микробиологической промышленности грибы участвуют в образовании биологически активных веществ которые так нужны нашим организмам а также мы их употребляем в пищу отрицательное воздействие грибов грибы являются возбудителями человека животных и растений посмотрите пожалуйста наш хлеб оказывается изготавливается с использованием дрожжей также грибы очень важны для изготовления сыров так называемые сыры с благородной голубой плесенью вы все прекрасно знаете также мы используем грибы в пищу мы можем их жарить солить вялить а также высушивать и потом готовить как вы думаете ребята почему нельзя собирать грибы вдоль дорог ответьте пожалуйста в своих тетрадках на этот вопрос а также почему нельзя собирать старые грибы я надеюсь вы легко справитесь с этим заданием а теперь очень интересные факты посмотрите пожалуйста на этот удивительный гриб это ежевик грибенчатый вкусовые качества у этих деликатесных грибов очень высоко ценятся привкус напоминает курицу или креветку с выраженным грибным ароматом наиболее широкое применение ежевика грибенчатого получила в Китае также они используются не только в кулинарии но и в народной медицине ребята его вещества способны восстанавливать нервные волокна и улучшать память в Китае эти грибы культивируют 30% массы почвы земли по которой мы ходим это грибки это грибная масса живая или мертвая можете себе представить что на каждый метр корня дерева приходится километр мицелия плодовые тела грибов дождевиков могут достигать огромных размеров находили грибы дождевики диаметром до двух метров при сборе нельзя выкапывать грибы из почвы так как в этом случае повреждается грибница следует легкими осторожными движениями выкручивать плодовые тела из почвы или срезать ножом в этом случае нити грибницы почти не повреждаются всем нам известный чайный гриб это симбиоз дрожжей и уксусно-кислых бактерий виды микроорганизмов составляющие тело гриба могут различаться в зависимости от места происхождения гриб представляет собой толстую слоистую слизистую пленку плавающую на поверхности сладкого чая или сока дрожжи сбраживают сахар с образованием спирта и углекислого газа бактерии в свою очередь питаются спиртом и выделяют уксусную кислоту в итоге мы получаем сладковатый чай который еще и слегка газированный чайный гриб это не организм а целое сообщество его рост практически не ограничен он способен заполнять всю свободную поверхность питательной среды поэтому в промышленных условиях чайный гриб может достигать внушительных размеров и веса аж до 100 кг очень интересный гриб рейши или трутовик лакированный в древнем Китае он по праву считался грибом бессмертия императорским грибом грибом Будды дающим вечную молодость и долголетие в восточной медицине он до сих пор считается панацеей ему приписывают разного рода чудодейственные свойства гриб корректирует иммунитет снижает давление защищает печень помогает при онкологических заболеваниях это свойство грибов не имеет аналогов в растительном мире а теперь скажите пожалуйста какой самый крупный организм в мире синий кит нет неправильно оказывается самый крупный организм в мире это огромная грибница опенка темного которая развивается в лесном заповеднике Малур в американском штате Орегон грибница этого живого существа занимает площадь более 880 гектар а ее возраст оценивается более чем в две с половиной тысячи лет а что же это такое ведьмин круг дверь сверхъестественная а это ребята скопление грибов в виде кольца в форме диаметров нескольких сантиметров до нескольких метров внутри образование голая земля или редкая чахлая почва ежегодно диаметр увеличивается на 5-15 сантиметров обычно не превышает 40 метров но встречались круги диаметром до 200 метров считалось также что круги грибов были сформированы падающими звездами ударами молний или это была работа ведьм эти убеждения сохранялись и даже в 19 веке было строгое предупреждение не входить в круг грибов чтобы не оказаться в королевстве фей где человека ждет неминуемая гибель грибные споры в благоприятных условиях образуют грибницу которая растет радиально образуя практически круглую форму грибы это организмы отличающиеся прожорливостью они активно поглощают из почвы питательные вещества на истощенном участке почвы грибница высыхает погибает растительность остается голый круглый участок но грибница по краям круга жива из года в год расширяется а теперь пожалуйста заполните таблицу что я знал о грибах что я узнал о грибах а также что было самым интересным ребята домашнее задание прежде всего повторить тему также вырастить гриб мукор на белом хлебе для этого нужно взять кусочек белого хлеба положить его на смоченной водой блюдца посыпать немного сахарным песком закрыть пакетом и поставить в теплое место понаблюдайте пожалуйста за этим удивительным грибом а также найти интересные факты про грибы ребята для того чтобы вам было интересно заниматься мы вам прикладываем qr-коды на очень интересные видео передачи передачи видимая невидимая город призрак для этого нужно приложить к экрану вашего телевизора или компьютера свой телефон сделать фотографию и перейти на ссылку также видео передачи про самого известного в мире человека который занимается грибами он расскажет о пользе грибов мистических свойствах разумности и другое а есть также фильм который мы сегодня с вами посмотрели плесень причины появления и применения в медицине ребята благодарю всех за работу спасибо большое за ваше внимание до свидания а 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